привет всем поздношел на мой канал подписчики друзья и так мимо проходящий всех я вас рад видеть сегодня я хочу показать один такой рецепт от офигенно непрофессионального повара как я вам всем говорю я непрофессиональный повар поэтому мои рецепты немного отличаются я делаю только под себя вы хотите изменяйте их делать как я или как хотите сегодня будет такой рецепт салат из сырой картошки то есть смотрим подписываемся а мы начинаем нашу шоу непрофессиональных поваров так мы что нам понадобится для этого картофельного салата ну и соответственно сырая картошка утерка для нее лук чеснок уксус острый перец и все специи там соль и все остальное сначала натираем картошку как на морковку на корейскую принципе тоже самое вот кстати купил терку в русском магазине все мучился с этой немецкой теперь купил такую же как бы в советском союзе деревянную хорошую режет вообще изумительно для посуды взял маленькую не очень удобно но лишь бы опять не полезется то будет опять мясо в вот ваше и 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 Так, ну вот, нарезаем нашу последнюю картошку. Тёртка действительно очень изумительная. Очень острая. Не зря я купил. Старая у меня русская испортилась. Пришлось покупать немецкую эту пластмассовую, но вообще было ужас. Одно мучение. Вот, сходил, купил в русском магазине, поэтому теперь не будем мучиться так. Так, ну вот у нас картошка готова. Всё, нарезана вся. Что мы делаем дальше? Мы убираем крахмал из неё. То есть заливаем водой. Вот, заливали водой. Весь крахмал наш сплыл. То есть, видите, вода мутная от крахмала. Отмыли. И теперь откидываем на ситочку, чтобы она у нас вся стекла. Торислили воду. Все, крахмала здесь не так уж и много осталось Потому что получается с крахмалом Вкус действительно сырой картошки А без крахмала, ну Она, кстати, больше в салат похожа Как будто редька это Дальше мы доливаем где-то, ну, приблизительно Чайную ложку уксуса 20% Побольше, может чуть поменьше То есть, кому как это нравится Досыпаем соли Ну, я не знаю, вот на этот обжем картошки Ну, где-то Пол столовой ложки соли Приблизительно Как я говорю, я делаю все приблизительно Наглаз на вкус То есть, без пропорций Абсолютно И добавляем немножечко сахара Тоже буквально пол чайной ложки Сахара Так, это мы все добавили Перемешали И дальше нам нужно сделать поджарку Для нашего салатика Кстати, что я скажу Вот в этот салат также вы можете добавлять Поджаренное мелкие куски мяса Грибы Еще чего Чего хотите, того и добавляйте Хоть баклажаны Сжарими сюда добавляйте тоже Вкус не испортите Так, что нам понадобится для нашей поджарки Это, соответственно, чеснок После перца Нарезаем как можно мельче это все Да, может и покрупнее, если лень возиться Это хороший мужской салатик, что Делать недолго и очень вкусно Так, вот острый перец Это тоже по вкусу Кому сколько можно Кому сколько хочется Можете вообще его не добавлять Если вы не любите острого Чеснок, лук на поджарку тоже это Кому как нравится Вы можете хоть, блин, я не знаю Зеленого лука сюда добавить на поджарку Тоже будет обалденно Короче, то, что есть у вас в данный момент Или то, что вы любите То ради бога Вот зелень я опять накупил Я в этот салат еще досыпаю свежего укропа Петрушки Обычно, ну То забыли купить, то быстро съели Ну и все Это зажариваем На хорошем огне Так, ребята, вот наша поджарка и готова Теперь, прямо пока она горячая Заливаем все сюда Все это залили Дальше посправим Черным перцем С перцами, какие у вас есть Какие вам нравятся Все, что угодно Все это перемешиваем хорошо Ну и соответственно Убираем в холодильник На парочку часов Чтобы он настоялся Такой салатик То есть, по вкусу я вам говорю Он действительно напоминает Ну, редьку Вот как Редька нарезанная Тоже Ну, говорю, с интересным вкусом Ну и плюс Какие вы специи добавите Как вам нравится То есть, такой Картофельный Салатик А вы пробуйте Делайте И удачи вам Пока Пока